Что воскресшее тело представляет собой? Павел говорит, что воскресшее тело не призрачно, оно реально, но только на другом энергетическом уровне. И это сущность другого измерения. Поэтому для воскресшего тела стены призрачны, а само тело более реально. Хорошо, давайте откроем второе фессалоникийцам. Это очень важный отрывок. Вот почему. Он предупреждает нас о неправильной позиции последнего времени. Мы прочитали о восхищении церкви в первом послании к фессалоникийцам и коринфянам. Но теперь возникает вопрос, когда же будет восхищение? Очевидно, фессалоникийцы смутились по этому поводу. Некоторые услышали, что восхищение уже было. А другие думали, что оно очень скоро наступит. Так что они решили прекратить работать и просто ожидали восхищения. В такой ситуации Шауль должен был предупредить. И вот что он говорит фессалоникийцам с 2, 1, 2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Помните, мы говорили об этой совокупности событий в День Господень? Не спешить колебаться умом и не смущаться, будто уже наступает День Господень. Очень важно отметить значение слова «восхищение». Многие ученые отмечают, что такая концепция существовала в древнем греко-римском мире. Когда генерал-победитель въезжал в город, то люди выходили, чтобы встретить его. И затем они все вместе победоносно входили в город. Не было большого временного разрыва между их встречей и входом в город. Вот что удивительно. Да не обольстит вас никто никак. Осторожно! Вы покупаете какой-то товар, который уже таит в себе какую-то опасность. Осторожно! Не используйте этот электрический прибор возле воды. Знаете, некоторые люди ставят радио на свою ванную, и оно попадает в ванную и убивает их током. Поэтому там написано «осторожно! Не используйте это в воде». И Павел также говорит «осторожно! Осторожно!» Это ложное учение, о котором я вам скажу. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет. Да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Мы ожидаем откровения человека греха, Антихриста. Он превознесет себя до уровня Бога. В учении течения New Age человек может быть Богом. Потому что мы говорим «Я Бог, Ты Бог». Тем более мировой правитель также может быть Богом. До начала последнего бунта, последнего времени и откровения человека греха не может быть Дня Господнего и восхищения Церкви. Это очень удивительно. Как те, которые верят в восхищение до периода Великой Скорби, объясняют это? Они говорят, что восхищение может произойти в любую минуту. И откровение Антихриста будет после. Павел говорит христианам ожидать откровения человека греха. И таким образом они будут знать, что День Господень приближается. И эти ребята так исковеркали этот отрывок, чтобы подогнать его под свою теорию. И вот как они объясняют слова Павла. Они объясняют смысл этого отрывка. Если восхищение уже было, и вы пропустили его, притрибационалисты думают, что те христиане боялись пропустить восхищение. Но этого нет в тексте. Те христиане боялись пропустить восхищение. Наступает День Господень, приближается восхищение церкви, и они должны были прекратить работать. Но диспенсациалисты говорят, не переживайте, вы не пропустили восхищение. Потому что если бы вы его пропустили, то сейчас вы бы увидели человека греха. Но это ли говорит текст? Посмотрите текст. Там нет такого. Там говорится, да не обольстит вас никто. Поэтому возникло совершенно новое учение для того, чтобы обмануть нас. Это одно из самых удивительных фактов в истории церкви. Не ведите себя так, как будто День Господень уже настал, пока вы не увидите человека греха. В истории было много кандидатов на название «Человек греха». Некоторые христиане думали, что это Наполеон. Другие думали, что это Гитлер. Некоторые думали, что это Муссолини. Они были только предшественниками. И никто из них не сделал того, что сделал Антихрист в соответствии с этим текстом. В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Поэтому за этим мировым правителем будут следовать как за Богом. И это очень ясно, исходя из 13 главы Откровения. Мы, верующие, должны видеть это. Только тогда мы сможем действовать самым радикальным образом, соответствующим этой ситуации, когда увидим человека греха. А пока его нет, нужно продолжать работать и жить нормальной жизнью. Когда мы увидим Антихриста, то поймем, что возвращение Ишуа очень близко. Но пока Антихрист еще не открылся, возвращение Ишуа может настать очень скоро. Или задержится еще на 100 лет. Поэтому мы все так же должны жить и планировать будущее, пока увидим Антихриста. Или же мы будем обмануты. Что и произошло с теми, кто поверил книгам с указанием дат возвращения Ишуа. Есть две вероятности, каким образом Антихрист восядет в храме. Первое. Под храмом подразумевается церковь. Каким-то образом Антихрист проникнет в институционную церковь и провозгласит себя Богом. Он будет связан с великим отступничеством и лжеэкмунической церковью. В лжецеркви будет единство. Она будет связана с мировыми религиями. И будет единство в настоящей церкви, противостоящей отступнической церкви. Может быть, здесь такое значение. Но также это может относиться к евреям, восстанавливающим храм в Иерусалиме. И Антихрист подобно Антиоху Эпифану или римскому императору Каллигуле воссядет в храме. И этим спровоцирует войну с Израилем. Возможно, и то, и другое. И я не думаю, что мы можем решить этот вопрос. Павел интригует нас. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник. Которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия Своего. Того, которого по пришествии, по действию сатаны, будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить в лжи, да будут осуждены все, не верующие истины, но возлюбившие неправду. В другом отрывке Павел говорит, что «Господь придет как тать ночью, но вы не во тьме, чтобы день застал вас как тать». И мы знаем, что правление Антихриста будет подтверждено сверхъестественной силой. Это также видно из 13 главы книги Откровения, которую мы рассмотрим через пару минут. Есть очень трудный для понимания отрывок, и это 2 Фессалоникийцам, 2, 6. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время». «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время». «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающий теперь». Есть 3 толкования этого стиха. Первое толкование. Претрибуляционная теория. Присутствие церкви удерживает силу Антихриста. «И не допускает открыться ему, пока мы не будем восхищены». Фраза «пока не будет взят от среды удерживающей» очень странное описание восхищения. Второе толкование стиха. Второе толкование стиха. «Так как Антихрист беззаконник, то Бог посредством земного правительства и через человеческие власти удерживает зло, что вы можете прочесть в 13 главе послания к римлянам». В конечном итоге Бог прекратит свою работу через земные власти и позволит Антихристу вступить в силу. Поэтому это второе толкование. И основное толкование в историческом протестантском христианстве. Но есть еще и третье очень интригующее толкование. В этих стихах послание к фессалоникийцам не говорится об удержании Антихриста. Вы поймете, кто удерживает только после его откровения в определенное время. Другими словами, Дух Беззакония уже в действии. Но Он еще не полностью открылся, как говорится, в раннем стихе. Поэтому здесь говорится о дьяволе, который противится или удерживает распространение Евангелия. И Он будет продолжать противиться распространению Евангелия. Поэтому мы должны противостоять Ему в духовной войне. Дьявол будет продолжать противление, пока Он не будет забран. дьявол не будет забран, пока Его не принудят открыть Себя. И когда Он откроет Себя, тогда Он будет уничтожен и будет взят от среды. Он откроет Себя через Антихриста. И потом Он будет уничтожен. И больше Он не будет удерживать. Так как Он взят от среды. Весь мир придет к познанию Евангелия. Я думаю, что правильное толкование это либо второе, либо третье. Но третье толкование очень интригующее. Потому что в других отрывках говорится об уничтожении Антихриста. И это приведет к откровению Ишуа. Давайте откроем второе послание Петра. Я знаю, что этот отрывок немного сложноват. Есть один очень смешной стих, когда Павел говорит, «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что мы уже полностью научили вас». А вы читаете послание и говорите, «Ой, вей!» «Он повторяет это для меня, потому что меня там не было». что еще сказать по поводу Петра. В своем втором послании, третьей главе, он снова говорит о Дне Господнем. В десятом стихе «Придет же День Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Заметьте, какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим. «Пришествие Дня Божьего». Иначе говоря, мы своей жизнью продвигаем историю к ее кульминационному пункту. День Господень приходит не просто так. Но Он наступает в результате того, кто мы есть и где мы есть. «Вы со мной?» Затем Он говорит об этом ужасном суде. когда все злое сгорит, что приведет к новым небесам и к новой земле. И мы не знаем, когда это будет. В тысячелетнем Царстве или в Царстве Вечности. И, как я говорил, язык не очень понятен. Давайте откроем книгу Откровения. Однажды Бог проговорил ко мне и дал схему книги Откровения, состоящую из четырех частей. Бог сказал мне, «Если ты хочешь понять книгу Откровения, ключ к пониманию это пасхальный исход. Это было во время моего времени наедине с Богом. и показалось, как будто я сразу же понял книгу Откровения. Многие ученые знают, что в книге Откровения много пасхальных метафор. Но никто из них не говорил, что эта книга самым явным образом повторяет модель пасхального исхода. Я думаю, что пасхальный исход это модель книги Откровения. И что исход на пасхах пророческий. Поэтому иудейский праздник в пасхах это пророческий праздник. Как и другие праздники в этой книге, особенно Рош-Хошана и Суккот и также в некоторой степени вы сможете найти праздник Шавуот, который делает акцент на законе Божьем и излиянии Духа. Все-таки очень явны три праздника Рош-Хошана, Песах и Суккот. Но наиболее важный праздник это Песах. Вспомним, что Иоанн находился в изгнании на острове Патмос. Он уже был престарелым. У него было видение. И это важно. Мы сказали, что книга Откровения это апокалипсическая литература. Во время Ишуа и ранее люди писали апокалипсическую литературу, которая подчеркивалась конец этого века и приход Мессии. она в высшей степени символична. Мы знаем о книге юбилеев, о книге Еноха, и есть еще другие такие же книги. И они представляют нам основной языковый контекст для понимания книги Откровения. Но с другой стороны, Иоанн не сидел за столом. разложил перед собой разнообразную литературу, пытаясь составить искусное литературное произведение. Либеральные ученые так на это и смотрят. Но такого не было. Все было именно так, как сказал Иоанн. У Иоанна было видение. И Бог проговорил к нему языком, приемлемым в те времена. Бог использовал символы и картины, которые были распространены среди людей. Самое первое, что мы встречаем в книге Откровения, это послание семи церквям. С посланием семи церквям начинается подготовка Божьих людей. Это были послания к общинам того времени. Это были количественно большие общины, тысячи и тысячи людей. Все общины Средней Азии. Иоанн подготавливает их, потому что приближаются большие гонения. Вы видите контекст книги Откровения. Это ужасные гонения времен правления римлян. Римский император, он проявление Антихриста, но он не Антихрист последнего времени. Но, конечно, никто не знает, кто будет Антихристом в последние дни. Поэтому в своем послании Иоанн хочет подготовить церкви к началу гонений. Поймите одно. Через гонения проходят Божьи люди и Израиль. Мир гонит нас. Однако гонения очищают нас. Но гнев Бога никогда не изливается на нас. Гнев Божий изливается на мир. Иоанн. Поэтому, когда Бог изливает Свои суды в книге Откровения, все это оторожает гнев Бога. Но потом наступает конечный гнев Бога. Поэтому Иоанн сейчас говорит, если вы хотите пройти сквозь гонения. Если вы хотите победоносно пройти сквозь гонения, тогда вот что вы должны провести в порядок. У вас должен быть праведный характер. И вы должны отвергать лжеучения. и если будет и то, и другое. Праведный характер начинается с пламенной любви. И это не только наш характер как личности, но также и всего тела в целом. И мы должны всегда готовить себя к гонениям. развивая праведный характер и пылкую любовь и не позволяя лже доктринам приникать в нашу среду. Иоанн пишет об этом семи церквям. И некоторые церкви следуют его совету лучше, чем другие. в частности церковь в Ефесе. Ты много переносил, имеешь терпение и для меня много трудился и не изнимогал. Откровение 2.3 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою. в Ефесе. Поэтому он призывает их покаяться. Потому что сейчас они могут потерять свой светильник. Семь светильников это семь церквей Малой Азии. Ешуа проходит среди них. Если ты теряешь свою любовь, то ты теряешь свет своего свидетельства. Свет славы Бога, который сияет через нас. И другие церкви он предупреждает об Иезавеле. Личность Иезавели основана на образе жены Ахава. Иезавель учит, что аморальность это не аморальность. И по каким-то духовным причинам разрешается иметь половые отношения вне брака. Корни этого греха в языческих храмах. Знаете, что всегда было еретическое учение? Если вы достигаете такой духовности, что сможете иметь половые отношения вне брака, и это не будет грехом. Буквально пару лет назад один пастырь очень большой церкви на юго-востоке США попал в эту ловушку. Иезавель также способствует компромиссу с язычеством и бунту против властей. Это также параллель николаитов. Последователи этого учения верили, что они могут найти компромисс с язычеством и они не приносили жертвы идолам. В этом были замешаны оккультные силы. Филадельфийская церковь была лучше по сравнению с другими церквями. Откровение 3, 7 он говорит им «Который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Я отворил перед тобой дверь. Ты сохранил слово мое и не отрекся имени моего». 10 стих «И как ты сохранил слово от терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». 7 церковь это Ладыкийская церковь. Он предупреждает Ладыкийскую церковь о ее теплом состоянии. Потому что они теплы, Бог выплюнет их из своих уст. Поймите только одно. В первом веке были те семь церквей. И слова Йоханана, обращенные к этим церквям, также применимы и к нам, всем Божьим людям всех времен. в этом мы можем увидеть три измерения книги Откровения. Первая обращается к верующим Римской империи, которых ожидали великие гонения. Чтобы они выжили в гонениях и Ишуа был победителем. Проходя через гонения, когда тысячи христиан убиты, вы не знаете, но это может привести к откровению антихриста. Христа. Вы не знаете этого, но, может быть, наступают последние дни. Поэтому окончательная победа над антихристом станет утешением для всякого, кто проходит гонения. Это относится к римскому периоду и также относится к любым христианам, которые проходят гонения. И особенно это касается тех, кто живет во времена перед возвращением Мишоа. И тогда это будет самая значительная ссылка. Мы должны подготовить себя до начала гонений. Так же, как и Моисей подготавливал евреев перед исходом из Египта. И евреи были защищены кровью на косяках дверей. Хорошо, вы все со мной? Подготовка это первое. Предтребулиционисты говорят, 7 церквей это 7 эпох истории церкви. 7 эпох истории церкви. И они пытаются показать, как каждая из церквей соответствует различным эпохам церкви. они также видят восхищение в 4 главе книги Откровения в 1 стихе. Прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, взойди сюда, заметь эту связь, труба, восхищение в 1 послании к фессалоницам. И потом Иоанну говорят, взойди сюда. Здесь ничего не говорится, чтобы церковь взошла сюда. Но здесь говорится Иоанну, взойди сюда. Здесь нет ничего о восхищении церкви. Иоанну говорят, взойди сюда. Эти ребята выискивают восхищение церкви в каждом стихе. И они верят, что начиная с 4 главы откровения церкви уже нет на земле. И потом в откровении говорится только об Израиле. Тогда возникает вопрос, кто же эти святые в книге откровения? «О нет, это не церковь, говорят они. Эти святые уверуют в период великой скорби. церкви». Поэтому они говорят, что будет еще одна группа новообращенных после восхищения церкви, которая вместе с Израилем будет свидетельствовать миру. Друзья мои, хочу сказать только одно по этому поводу. святые в книге Откровения это церковь. И никто еще в истории церкви никогда не выдвигал такую новую теорию. И все же миллионы и миллионы людей верят в эту теорию. Был один писатель середины 19 века. выдвинувший эту теорию. Его звали Джон Нельсон Дарби. Трудно понять, почему все эти люди поверили этой теории, когда церковь никогда не принимала ее. Так же, как и в иудаизме, нет никакого намека на эту теорию.